Сегодня мы собрались в таком представительном составе, мы вообще часто встречаемся и вне этой студии, но студии встретились впервые. И свела на смеси маршрутизация. Тема маршрутизации пациентов в стационарах. Оказалось, что это очень тема волнующая врачей. Мне кажется, на самом деле, много в ней и так уже решено. Но мы сегодня про это узнаем. Формат будет такой, видимо, живой, непринужденный, в общении, в небольших презентациях. И насколько я знаю, есть видеоролики, которые перед этим снимались. Но вроде бы как мы делили немножко темы, но все равно будем говорить, наверное, все об одном и том же, как бы обсуждать одни и те же проблемы, потому что все мы работаем в многопрофильных стационарах. И, конечно, в первую очередь по частоте, наверное, поступления таких пациентов всегда интересует маршрутизация пациентов с травмой и с хирургической патологией, как это происходит в больших многопрофильных стационарах. Ну, в частности, в городе Москва, из которого, в общем, мы все трое и есть. Я думаю, что есть смысл показать первый ролик. Маршрутизация пациентов, которые поступают в институт скорой помощи, зависит от тяжести их состояния. Наиболее тяжелая группа пострадавших и больных поступает непосредственно в отделение противошоковой реанимации. Это отделение, в котором проводят стабилизацию жизненно важных функций и одновременно проводят диагностические мероприятия. Сюда поступают пострадавшие, например, с отчетной травмой, с тяжелыми поражениями легких, например, следствием небольничной пневмонии и так далее. Значит, пациенты, у которых нетяжелое состояние, они поступают в приемное отделение, где с ними разбираются специалисты приемного отделения. Они проводят диагностику, если надо выполнять диагностические методы обследования. Если же у пациента есть подозрения на продолжающее кровотечение, например, у него есть ножевые ранения, либо подозрения на большое кровотечение из язвы желудка, 12-перстной кишки, либо у него есть подозрения на ранение сердца, он изначально поступает в операционный блок, где в процессе подготовки к оперативному вмешательству ему проводят необходимые диагностические мероприятия, потому что таким пациентам надо очень быстро остановить кровотечение, иначе можно им уже не помочь. Ну, так как мои коллеги, которые сейчас в студии, не слышали, о чем этот ролик, я вкратце вам расскажу. Он о том, как маршрутизировать пациентов в многофрофильном стационаре, и мы там говорили о том, что в институте Склифосовского пациенты крайне тяжелые, сразу поступают в противошоковый зал. Ну, как, наверное, сейчас во многих больницах. Те, которые менее тяжелые, они поступают непосредственно в приемное отделение, которое тоже во всех больницах устроено примерно по одинаковым принципам. Те пациенты, которые подходят под различные национальные программы, они поступают совсем по-другому. Непосредственно в неврологическую, например, реанимацию, в кардиологическую реанимацию, даже перед неврологической реанимацией в компьютерный, томограф. В общем-то, об этом и был весь этот ролик. Но я думаю, что нам есть смысл послушать Николая Анатольевича. Я не знаю, может быть, перед этим покажут ролик, который был на базе 31-й больницы, а потом уже мы перейдем к презентационному материалу. Пациенты с диагнозом острокоронарный синдром и острое нарушение мозгового правопрощения госпитализируются к нам в стационар, минуя приемное отделение, прямую в 6-й корпус. Пациенты с острым коронарным синдромом госпитализируются в отделении кардиореанимации, который находится на третьем этаже. Отделение реанимации интенсивной терапии для больных сонной МК 31-го городской больницы рассчитано 12-й. Пациенты с диагнозом МНМК поступают в данное отделение, минуя приемное отделение, напрямую на КТ. Соответственно, при поступлении выполняется КТ головного мозга, происходит сбор анализов. Прямо же в кабинете КТ принимается решение о проведении трабоэлитической терапии и также принимается решение о необходимости проведения КТ-ангиографии. По результатам данных исследований проводится коцидиум с участием врача-рентгенолога, врача-неаренематолога и рентгенхирурга, который принимает решение проводить тромбоэкстракцию или нет. Если принимается положительное решение относительно проведения тромбоэкстракции, то пациент с первого этажа 6-го корпуса транспортируется в рентгеноперационную, которая располагается на 7-м этаже данного корпуса. Мы сейчас находимся в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения, в операционной, в рентгеноперационной, которая оборудована современными ангиографическими аппаратами, экспертным уровнем, позволяющим выполнять практически любые вмешательства в области рентгенхирургии. Пациенты с острыми ишемическими инсультами после поступления в приемное отделение и выполнением компьютерной томографии, а также компьютерной томографии с контрастным веществом поступают напрямую к нам в операционную, где уже мы выполняем им тромбоэкстракцию из церебральных артерий. Сейчас на экране вы видите картинку пациента до вмешательства. Здесь видно, что сосуд закрыт тромбом. Очень хорошо видно окклюзию правой треи мозговой артерии. После выполнения удаления тромбов из мозговой артерии мы получаем вот такую же картинку с полным восстановлением кровотолки. Практически человеку освободили артерию от тромбоэкстракции. Если же тромбоэкстракция пациента не показана, то пациент направляется в отделение нейроанимации. В 31-городской больнице организовано круглосуточное дежурство врачей ультразыковой диагностики. Всем пациентам после поступления в отделение нейроанимации проводится дублевственное сканирование сосудов головы и шеи. Все врачи отделения нейроанимации прошли обучение в симуляционном центре Боткинской больницы по методике установки центрально-венозного катетера под ультразвуковым контролем. Большинство врачей нейроанимации имеют два действующих сертификата по неврологии и по анестезиологии реанимации. В отделении нейроанимации с первых суток начинается мероприятие по вторичной профилактике повторного инсульта и начинается ранняя репедитация пациентов. Ролик закончился. Я думаю, Николай Анатольевич, может быть, перейти к презентации, а дальше мы все в живом общении обсудим. Добрый вечер, коллеги. Действительно, мы посмотрели уже два ролика о маршрутизации пациентов с разными неотложными состояниями. Ролик из 31-й городской клинической больницы Москвы был как раз об этом, именно о том, как пациенты поступают в отделение для лечения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Я хотел бы попросить нашу презентацию запустить. Вначале, да, несколько слов хотел бы сказать в принципе об основных, так скажем, вариантах маршрутизации пациентов с инсультом. Поскольку мы говорим же сегодня не только о стационарном этапе, с точки зрения, кстати, медицинской реабилитации, вот то, о чем мы и ролики смотрели, и в основном, чего будем сегодня касаться, это так называемый первый этап медицинской реабилитации, включающий этап специализированной, в том числе и высокотехнологичной медицинской помощи. Но если мы говорим об инсульте, то для нас, конечно, чрезвычайно значимым являются и последующие этапы. Это второй этап медицинской реабилитации, который проводится в условиях круглосуточного стационара, и туда направляются больные после, соответственно, специализированного острого отделения, будь то отделение неврологии, будь то отделение кардиологии, травматологии и так далее. Собственно, как показали результаты пилотного проекта по реабилитации, которые у нас проводились некоторое время назад в ряде регионов Российской Федерации, примерно 30% больных, выписанных с первого этапа, то есть из острого отделения, они нуждаются в направлении на второй этап, то есть в реабилитационное отделение или в реабилитационные центры. Часть пациентов, которые имеют, ну так скажем, более высокую степень функционального восстановления, а мы пользуемся здесь уже всем, наверное, хорошо известной шкалой Ренкина, модифицированной шкалой Ренкина, которая определяет степень функционального восстановления, они, собственно, направляются, это Ренкин 1, Ренкин 2, Ренкин 3, они направляются на третий этап медицинской реабилитации, который включает в себя спектр целых. Направление это и реабилитация в условиях отделения медицинской реабилитации поликлиники, в условиях дневного стационара, сейчас вот разрабатывается очень активно такое направление, как реабилитация на дому при помощи выездных бригад, специалистов соответствующих, ну и реабилитация в условиях санаторно-курортного лечения. Собственно, вот эти все особенности, вот эти все этапы, они прописаны были и остаются регламентированы, так скажем, в порядке по медицинской реабилитации, приказ 17.05, который в настоящее время очень активно обсуждается и готовится к дополнению к этому приказу. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы призвать всех коллег, кто хоть как-то в этом заинтересован, поучаствовать в обсуждении. Новая версия порядка по медицинской реабилитации, она размещена на сайте Союза реабилитологов. Вот у нас буквально осталось совсем немного времени, буквально считанные несколько дней, когда можно внести свои предложения. И в будущем, как предполагается, этот порядок будет уже не только состоять из нескольких этапов, из трех, но из разных уровней на каждом этапе, соответственно, в зависимости от уровня стационара и так далее. Ну и те пациенты, которые не имеют реабилитационного потенциала, уже на выходе с первого этапа, то есть из острого отделения, или уже, что, наверное, более оправданно и, так сказать, более приемлемо для пациентов, естественно, для их родственников, на выходе со второго этапа они будут направляться на палиативную помощь. Если более подробно разбирать, собственно, острую помощь, о чем мы уже и смотрели в роликах, как это все происходит, позвольте мне Америку не открывать, поскольку все это прописано в нашем порядке оказания помощи по лечению инсульта. Это приказ 928-Н, там прописаны стандартные процедуры, которые должны выполняться, общее правило, которое не везде, в общем-то, наверное, соблюдается, ну, в силу разных таких особенностей, исторических в том числе, ну, к примеру, в порядке прописана необходимость госпитализации именуя общее приемное отделение стационара. И я думаю, что все, наверное, как-то со мной согласятся, что в каких-то ситуациях, наверное, целесообразна госпитализация через обычный приемный покой, где есть все условия для приема экстренного больного. Компьютерный томограф, шоковый зал, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это, собственно, было сделано... О колледж-дискуссии вопрос можно задать, да? Да, как бы, действительно, с одной стороны, все фактически многопрофильные стационары, во всяком случае, в Москве задействованы в программе сосудистых центров, либо первичных отделений. Тем не менее, ваша экспертная позиция, первая точка входа пациента с подозрением на инсульт, с пониманием, что его везет врачебная бригада. Все-таки, это шоковый зал или противошоковая палата неврологической реанимации, или для минимизации временных потерь эта точка должна быть непосредственно доставка в отделение лучевой диагностики? Ну, как показывает наш опыт сейчас, вообще, если говорить формально, да, вот, деюра, что называется, в порядке прописан смотровой кабинет невролога, который должен там оснащаться определенным образом, где его должен ждать дежурный невролог, предупрежденный уже, оповещенный бригадой скорой помощи, там, и так далее. Но, как показывает опыт не только Москвы, но и там, ряда наших коллег из других регионов, наиболее оптимально, если мы подразумеваем выполнение каких-то экстренных вмешательств, типа тромбоэкстракции, наиболее оптимальной является, конечно, транспортировка пациента сразу в кабинет КТ, где его уже бригада специалистов ждет, подготовленная. Соответственно, ну вот, подобную схему, собственно, я и хотел бы представить, еще раз напомнить нашим слушателям и зрителям, что существуют определенные временные ограничения, которые у нас есть в порядке оказания помощи, и, опять же, пользуясь случаем, хотел бы напомнить про приказ Минздрава, номер 203, ну, 10 мая, по критериям качества, где все эти вещи, они тоже прописаны, и, собственно, Федеральная служба по надзору, да, она, собственно, и проверяет их исполнение, ну, по такой бинарной системе, выполнено, не выполнено, там, сделано КТ в течение 40 минут, не сделано, посмотрел, например, невролог в течение 10 минут от начала поступления в медицинскую организацию, не посмотрел, да, то есть в таком аспекте. Так вот, если по результатам КТ клинический диагноз у нас звучит как ишемический инсульт, есть показания к тромболизису, в первую очередь это временной, конечно, фактор, первые 4,5 часа, это такое формальное окно для системного лизиса, соответственно, дальше определяются уже по данным КТ на основе специальной шкалы аспект, который является, на самом деле, очень простой, там, буквально на двух срезах нужно оценить наличие ранних КТ-признаков ишемии головного мозга, и это 10-балльная шкала, соответственно, чем выше балл, тем меньше признаков этих мы можем найти, то есть 10 баллов это норма, и, соответственно, если больше 6-ти баллов по шкале аспект, то целесообразен старт и начало системного тромболизиса уже в кабинете КТ, естественно, выполняется забор крови до этого, как вот здесь на схеме представлено, и, собственно, это необходимо, ну, как бы возможность, так скажем, системного тромболизиса, она есть во всех международных рекомендациях, основная идея, думаю, понятна, это минимизация временных всех затрат, поскольку, как было, там, какое-то время назад посчитано, что за одну минуту ишемии гибнет порядка, там, 2 миллионов нейронов и 12 километров проводящих путей, соответственно, вот, так сказать, с этой целью больной еще лежит в томографии, а ему уже вводится болез тромболитика, после чего выполняется КТ-ангиография, и в том случае, если есть окклюзия крупной мозговой артерии, пациент, минуя отделение нейро-реанимации, минуя БИТ, БИТР, ПИТ, как угодно он может называться в разных больницах, ну, минуя, так сказать, да, отделение реанимации интенсивной терапии, он транспортируется в рентген-эндовоскулярное отделение для выполнения тромбоэкстракции. Вот, собственно, это то, что сейчас выполняется и во всем мире, там, где выполняется тромбоэкстракция, и в наших стационарах московских, где эта методика применяется. В том случае, если балл по аспекту меньше 6, или не выявлена окклюзия мозговой артерии, то есть нет субстрата соответствующего, да, ну, пациент уже транспортируется также в блок, и там решаются вопросы уже дальнейшего ведения. Если тромболизис противопоказан, больность за пределами 4,5 часов, и, соответственно, есть, опять же, или нет изменений ранних ишемических на КТ по шкале аспектс, ну, вот, собственно, маршрутизация здесь тоже представлена, выполняется или не выполняется, КТН-география с последующей тромбоэкстракцией или отсутствием этой методики. Ну, в том случае, если выявлено внутримозговое или субархоноидальное кровоизлияние, по нашему порядку положено в течение часа проконсультировать такого пациента у нейрохирурга. Сейчас, в общем, ну, по данным, так скажем, федерального регистра, который ведет, если мы говорим о всей стране, не о Москве, потому что в Москве это выполняется, есть консультативные нейрохирургические бригады, соответственно, в среднем где-то вот это положение выполняется процентов 70-80 процентов случаев. В основном консультации, конечно, в идеале через настоящую телемедицинскую связь, когда дайком изображения приходят к нейрохирургу в РСЦ, и тут имеют возможность все это в хорошем качестве посмотреть, ну, где-то это все используется там при помощи дополнительных каких-то методов. И хотел бы также напомнить, что у нас в нашем приказе значится обязательная консультация нейрохирурга при злокачественных инфарктах в бассейне средней мозговой артерии, когда большие очень ничаги, и должен решаться вопрос о декомпрессионной операции. Ну, вот это, к сожалению, кстати, совсем для нас такая история очень редкая, так скажем. В целом по стране, я имею в виду. Наверное, не очень много пациентов подходит под показания. И пациентов... Под декомпрессией? Под декомпрессией. Даже если тщательно вот все это искать, оказывается, что процент этих больных очень-очень небольшой. Даже дело не в том, что они не подходят, а дело в том, что как просто как опыт показывает, и анализа истории болезни, визита в центр, даже мысли об этом не возникают у докторов, проконсультировать у нейрохирурга. Вот это является, на самом деле, таким, как бы, я бы сказал, большим вопросом пока, нежели там уже какие-то чисто медицинские. Ну, собственно, если показания нейрохирурга определяет к операции перевод в региональный центр, здесь тоже, безусловно, если говорить целом о ситуации в стране, ситуация очень по-разному выглядит, в зависимости от расстояния. Есть, конечно, весьма, ну, территории с большой протяженностью, где транспортировка, так скажем, не всегда может быть реальной, возможно. Вот. И, ну, в тех случаях, когда оперативное вмешательство не показано, тогда пациент, опять же, идет в инсультный блок, ну, или там, отделение реанимации интенсивной терапии. Вот, собственно, все, что я хотел бы представить на такой схеме с учетом тромбоэкстракции. Методики, которая появилась, в общем, не так давно, буквально два года назад, ей присвоили такой наивысший уровень доказательности 1А, там было пять крупных исследований, в один год опубликовано. И в нашей стране сейчас эта методика, в общем, как-то обороты набирает. В Москве, в частности, с февраля месяца есть приказ департамента, который регламентирует, во-первых, внедрение этой методики в ряд медицинских организаций столицы, их оснащение соответствующим расходным инструментарием. И, что немаловажно, догоспитальный, ну, так скажем, отбор, хотя, может, не совсем это такая оценка, да, пациентов с использованием определенных шкал. Таких шкал за рубежом, на самом деле, довольно много было разработано. Они примерно все имеют одинаковую чувствительную специфичность. Это шкала LAMS, которая в Москве используется, лос-анджелесского шкала моторного дефицита, шкалы FAST, шкала CINCINATI и так далее. Ну, собственно, шкалы, на самом деле, очень простые. По выраженности очаговый дефицит неврологического заключается определенная вероятность, степень вероятности о наличии окклюзии артерии крупного калибра. Если у больного ишемический инсульт, понятно, что он может быть и геморрагическим. Поэтому вот бригада Московской скорой помощи, помимо того, что она фиксирует в своих документах время от начала заболевания, ну, естественно, там паспортные данные, они еще и ставят балл по LAMS. Если он 4 или 5 баллам равняется, это максимальное практически, 5 баллов максимальное, то они этого пациента транспортируют уже в те стационары, где есть тромбоэкстракция. И вот, собственно, вот именно как система, это впервые в нашей стране, собственно, именно в Москве внедрено. Хотя нужно сказать, что тромбоэкстракция, она в разных регионах у нас тоже, страны нашей, безусловно, представлена. И в Санкт-Петербурге, и в республике Татарстан, в Белгороде, и в ряде других регионах она есть. Ну, так сказать... Ну, системный подход, мне кажется, первый раз вот так вот отыгрался, правильно, в Москве? Совершенно верно. Начиная с до госпитального этапа. Мне кажется, это опыт не только российский, как бы, первый опыт. В условиях мегаполиса совершенно точно, потому что за рубежом там, да, там система, конечно, очень тоже по-разному, как и у нас, организована. Есть, конечно, хай-левел центры, которые на себя, на самом деле, берут все, и, так сказать, там тоже есть у них свои вопросы по маршрутизации, свои сложности. Но вот в условиях огромного многомиллионного города вот такая система, она, в общем, внедрена впервые, ну, просто благодаря тому, что инфраструктура позволяет, да, это прямая связь, как мы знаем, между скорой помощью и реанимацией, ну, стационаром, да, вот АЭС-стационар, который у нас стоит, вот эта информационная система. И вот все эти вещи, они... Мне кажется, очень важно пояснить для коллег, что это такое, это система взаимодействия, когда пациент еще находится в карете скорой помощи, а сотрудники отделения реанимации уже знают, что пациент с таким-то балом-паламс, и так далее. С таким-то диагнозом, с таким-то временем, там, начало заболевания, да, то есть... И все это бригады собираются, встречая пациента. Это немаловажно, мне кажется. Вот, как бы, посмотреть со стороны поля, как бы, на всю эту ситуацию, да, то она реально работает, эта система, потому что ты видишь по этой системе, что вообще, какой пациент с чем к тебе приближается. Да, действительно, бывают какие-то, там, просчеты и там, и все такое прочее, но все равно сама система, она эффективно работает, все равно отбираются пациенты, которых можно очень быстро помочь. Безусловно. Ну, во всяком случае, по моим данным, вот, подобная система, она, я имею в виду, на основе медицинско-информационной системы, да, она, собственно, работает в нашей стране только в Москве. В других, там, городах, регионах старая добрая телефонная связь или бригада, или чаще всего, там, диспетчерская служба скорой помощи звонит, или в блок интенсивной терапии, или в приемное отделение. Везде это по-разному решается. Как правило, есть, там, выделенные трубки какие-то в отделениях уже, и они, соответственно, эти вызовы получают. Но в любом случае, это лучше, нежели, в принципе, отсутствие какой-то связи. Можно вопрос, Николай Владимирович? В принципе, так как этот пилот запущен был только в феврале, насколько я знаю, все пациенты, сколько сейчас прошло пациентов через тромбоэкстракцию, и какие результаты? Я знаю, что вы это мониторируете отдельно. Мы мониторируем. У нас есть мониторинг ежедневный, когда мы получаем информацию из всех инсультных центров Москвы. А у нас таких отделений, где лечатся больные с инсультом, 29 в Москве. Ну, в части из них тромбоэкстракция выделяется. Вот, собственно, ежедневно мы получаем информацию о тех, кто поступил в окне терапевтическом, первые 6 часов. И, естественно, ежемесячный уже более полный мониторинг с данными, ну, я их не могу назвать персонифицированными, поскольку это противоречит закону, да, но это, естественно, обезличенные данные. Но, тем не менее, с той информацией, которая нам нужна, и этот мониторинг, он сделан на основе западных, так сказать, каких-то вещей по самым ключевым аспектам, которые должны быть там отображены. Ну, условно говоря, был назначен статин или не был назначен. То есть, реестр такой полноценный. Да, да. Там порядка более 40 параметров разных, самых основных, которые нас интересуют. Так вот, собственно, более 200 процедур тромбоэкстракции было выполнено. Естественно, что направлено было гораздо большее количество больных, там более 1000, да, соответственно. Ну, и по мере прохождения через весь этот алгоритм, кто-то отсеялся на этапе КТ, у кого-то окклюзии не было выявлено, к ТНГ-графии. Бывали ситуации, когда начинали системный лизис, окклюзия была на КТНГ-графии, поднимали рентгеноперационную, больному лучше, сосуд открылся, и нет нужды, так сказать, дорогостоящие инструменты эти использовать. Ну, то есть, самые разные могут быть сценарии. Вот, поэтому система, в общем, таким образом работает сейчас. Я почему бы спросил, на самом деле, про вот эти ежедневные и ежемесячные мониторинги, потому что, с моей точки зрения, этот мониторинг и маршрутизация, особенно, когда мы работаем не в составе единичной больницы, а в составе то, что мы называем инсультной сеть, Мне кажется, без этого мониторинга выстроить эту сеть и выстроить эту правильную маршрутизацию на уровне города, на уровне стационара нереально. Поэтому, вот эти вот локальные реестры и мониторинги, неотъемлемая часть маршрутизации. Вы представляете, что будет? Сейчас же в Москве внедряется система, начинается вот это внедрение информатизации больниц. Сейчас все поликлиники завязаны вместе, а когда вместе будут завязаны все больницы, скорая помощь, стационары, поликлиники, совсем другой будет уровень. По той причине, что вся эта информация будет отбиваться сразу, не надо будет писать никаких отчетов, потому что они автоматически будут уже формироваться, потому что будет единая медицинская история болезни, по которой можно будет все это анализировать. Мало того, для стационаров, конечно, очень важна связь, например, с поликлиниками, потому что сейчас все это разорвано, не в плане того, что это разорвано в принципе, а вот для экстренной помощи, то, что, например, поступает пациент с нарушенным сознанием, и, конечно, врачу-стационару, например, врачу-противошокового зала или врачу-палатной интенсивной терапии для больных с инсультом, важно понимать, очень часто это пожилые люди, чем они вообще страдали, какие они препараты получали, какие исследования были проведены, какие у них были раньше вмешательства и так далее. Иногда это выявляется через несколько дней, когда приходят родственники, находят своего родственника и приносят какие-то выписки, и всех анализируют эти выписки. А так это будет совсем другой уровень. У меня есть небольшой вопрос, не то, что ложкой дегтя, но все-таки, чтобы мы как-то это все отдискутировали. Конечно, мне кажется, что порядок, насколько я знаю, будет меняться в 928-й, потому что есть много тонких моментов, когда уже все это интегрируется на практику. Например, возникает вопрос с КТ. Совершенно с моей точки зрения правильно, что пациент должен быть доставлен в компьютерный томограф, взятые анализы. Ну, например, это очень хорошо летом, но гораздо хуже зимой, когда приезжает пациент в пальто, во всей одежде, и в ботинках, и все это, конечно, то есть его надо где-то там раздеть, все это инкассировать. Но даже если мы уберем этот этап, то пока ты доберешься до его венозного сосуда, пройдет какое-то время. И, конечно, тут надо, может быть, действительно, вот этот смотровой кабинет, который можно хотя бы закатить, и там пациента привести в какое-то состояние для компьютерного томографии, был бы вообще идеален. Ну, это очень неплохой вариант, на самом деле. Вот мы даже по своему опыту в 31-й больнице это поняли, и, собственно, у нас так это и функционирует. Прямо рядом с пультовой КТ есть вот такой вот смотровой кабинет невролога, оснащенный там, да, всем необходимым. Соответственно, понятно, что в порядке мы не можем прописать все возможные варианты на все случаи жизни, да. И то у нас, честно скажу, такое впечатление, когда мы с коллегами обсуждали инсультный порядок, вот не так давно совсем, я понимаю, что это делаем мы, в общем, от какой-то безысходности, потому что протоколы и рекомендации юридические у нас не обязательно. Да, они рекомендуемы, так сказать. А порядок и стандарт обязательно, поэтому мы пытаемся какую-то протокольную часть нашу, вот, которая вот закиснуть в порядок. Ну, это логично совершенно, логично. Но, во всяком случае, это будут исполнять. Ну, собственно, ради этого все и делается, да. И, конечно, по штатному расписанию, потому что мы, например, столкнулись с той ситуацией, что у нас изначально не очень большое отделение, да, то есть у нас 30 госпитальных, там кое-как 6 реанимационных, был небольшой перекос, но дежурит один невролог. Больше мы физически не можем, как бы, выпустить невролога на дежур. Вообще полностью один человек. То есть он, по идее, должен и заняться, и пациентом, который поступил, а иногда они поступают один за другим, вот, и он должен все разруливать, и с тромболейцем, и с тромбоэкстракцией, и там, и так далее. И при этом он еще занимается отделением, он занимается блоком интенсивной терапии, где кто-то может ухудшаться. Но есть еще одна тонкость, это большой многопрофильный стационар, и где-то может случиться инсульт в стационаре. И тут этот бедный невролог, он на разрыв практически становится. Бывают такие ситуации, они не всегда, как бы, выплывают, но такие ситуации бывают. Потому что, может быть, прописать какого-то отдельного, круглосуточного постневролога, может быть, и закрепленного за смотровым кабинетом, чтобы именно, во всяком случае, может быть, в региональных центрах. Но там, где вот поток этой высокотехнологичной помощи, он изначально уже будет больше, чем, например, в первичном отделении. На самом деле, многие так пошли, и вот если брать опыт больницы имени Юдина, то надо понимать, что, во-первых, мы завязаны в существующие архитектурные решения. И в качестве нашего примера у нас отделение реанимации для больных с ОНМК находится на третьем этаже. КТ в силу архитектурных особенностей перекрытий находится в цокольном этаже. Поэтому что мы сделали? Мы так называемую противошоковую палату ОНМК вынесли на территорию общего приемного отделения, чтобы реализовать именно тот подход, осмотр, раздеть, и чтобы не делать лишние петли. И следующим этапом мы вынуждены пришли к тому, что отдельный невролог, который прикреплен к этой палате, потому что по-другому соблюсти вот этот рост. Сейчас мы еще в рамках завязаны экономической целесообразности, потому что мы просчитываем ведь как любое здравоохранение городское. Мы же работаем по ОМС, и, соответственно, надо просчитывать, как мы будем платить всем этим людям. Фонд оплаты труда и так далее. Это тоже очень такая тонкая штука. Но это мы так далеко можем, мне кажется, зайти. А можно вот еще отодвинуться от острого периода? Такой вопрос абсолютно анестезиолога-реаниматолога. Мы прекрасно помним, что в 928-м порядке прописано, потому что если пациент находится на пролонгированной искусственной вентиляции легких, либо он требует нахождения интенсивной терапии более 7 дней, он должен перевестись в общее отделение реанимации. Какой комплайнс, насколько выполняется эта рекомендация, по вашим наблюдениям, как главного специалиста, ну и так, в общем, эксперта? Ну, честно скажу, практически не выполняется. В силу того, что есть, ну так скажем, если благодаря сосудистой программе как-то вот блоки или палаты интенсивной терапии, хоть в какой-то степени развились, были созданы и так далее, то, ну, честно, вот по опыту, так сказать, визитов по абсолютно разным медицинским организациям в регионах с отделениями общей реанимации, конечно, вопросов гораздо больше и с их оснащением, и со штатами, и с перегруженностью. И, в общем, ну, на самом деле редко очень где пациенты из инсультного блока или из инсультной реанимации переводятся в общую реанимацию. Очень редко где. Ну, для этого есть свои, как бы, моменты. У нас, на самом деле, примерно такая же ситуация. Ну, получается, что более тяжелые больные, идея понятна, да, чтобы разгрузить постоянно вот этот вот инсультный блок, он по большому счету работает как противошок для травмы, да. Да, приняли, диагностика перевели, приняли, диагностика перевели. Но возникает ситуация, что если больной тяжелый, то, значит, его надо перевести куда-то еще. Но та же реанимация тоже принимает больных, и им тоже нужен оборот, они тоже должны перевести, иначе встанут другие службы. Да, да, да. Поэтому, конечно, здесь все очень непросто. Я вот в Каролинском университете в свое время столкнулся с тем, что я долго искал у них вообще отделение неврологическое для больных с ОНМК. Оказалось, что его просто нет. Они сразу время... Строк юнит, да. Есть строк юнит, который вот по примеру этого нашего бита, туда поступает пациент, если все с ним хорошо, в течение двух дней он там находится, два-три дня, и он уезжает тут же на амбулаторный этап помощи, к нему приходит реабилитационная команда, домой все этим занимается и так далее. А если он тяжелый, то тогда он маршрутизируется в, так называемую, большую, как они называют, нейрореанимацию, в которой вместе находятся и больные с инсультом, и нейрохирургические пациенты. И там уже идет, как это называется, большой круг советской медицины. То есть уже лечение такое. Здесь я с вами соглашусь, потому что, в принципе, вот то, что западное понятие строк юнита, оно наиболее близко соответствует нашему блоку или отделению интенсивной терапии. Действительно, но наш, в принципе, основная идея, основная концепция вот этих наших центров, когда есть и блок, и отделение неврологии в единой такой функциональной связке, оно, в общем-то, тоже было, ну, как бы исходя из того, чтобы хоть какую-то, так сказать, раннюю реабилитацию больному обеспечить. Десять лет назад, когда вообще вообще никакой не было. Нет, чтобы был хотя бы первый этап. Хоть что-то, вот там, первые эти 10-14 дней. Мне кажется, очень важный момент. Нам нельзя, мне кажется, пройти мимо этого момента, вот в этой всей маршрутизации пациента с инсультом. Это больные, которые поступают с нарушением витальных функций и в коматозном состоянии. Потому что сейчас, по нынешнему приказу, они все равно должны приехать в компьютерный томограф. Но это не очень выполнимо. То есть, по большому счету, вот со взгляда реаниматолога, они должны сначала маршрутизироваться, наверное. У нас так это сделано внутренним приказом. Мы госпитализируем в противошоковый зал. Там оказывается вся необходимая помощь, интубация, протезирование всех этих, восстановление витальных функций. И потом уже диагностика, как бы, все вот это затевается. Ну, а по стандарту скорой помощи, они вообще должны интубироваться на дугоспитальном этапе? По порядку? Так мы далеко зайдем. Но это не всегда возможно на дугоспитальном этапе. Они, например, могут поставить комбитю. Они поставили трубку, которая, она все равно должна быть сменена. То есть, это временное протезирование дыхательных путей и предотвращение аспирации. Но ее все равно где-то надо менять. Как любой анестезиолог-реаниматолог понимает, что заниматься всем этим в кабинете компьютерной томографии это экстрематична просто. Нельзя, конечно. Вот там нужен венозный доступ нормальный, нормальный подход ко всей этой ситуации, освещение там, ну и все остальное. Может быть, вот эту часть, как бы, в порядок можно было бы добавить. Ну, очень хорошо. Собственно, там, где, скажем так, над этим вопросом задумываются, зачастую сразу транспортируют. Противошоковые залы не везде есть, да? Там небольшие границы. Ну, реанимационное отделение, я не знаю. Реанимационное отделение, да. А потом уже на КТ. Мне кажется, очень важно еще, во всяком случае, то, что мы видим, происходит в городе, тоже тот момент, который нельзя не обсудить. В Москве, да я думаю, в стране сейчас активно развивается другое направление, о котором тоже мы так зачастую стыдливо раньше умалчивали, это палиативные больные. Мы прекрасно понимаем, что наши возможности зачастую ограничены в зависимости от сопутствующей патологии, от объема поражения ЦНС. И в Москве очень активно последний год работает центр палиативный. Исходя из этого, не могу не задать вопрос, будет ли в новом порядке те критерии, которые нам позволят говорить о том, что здесь резервы лечебные исчерпаны, и по критерию 1, 2, 3, 4 мы должны пациента перевести на палиативную койку, чтобы койка первого этапа работала, реализовывала? Ну, так скажем, мы в тот порядок, который у нас, вот аналог 928, который вот тостный, да, по инсульту, там об этом практически ничего нет, потому что, ну просто по опыту и нашему, и наших регионов, и наших экспертов, очень неуважаемых, Андреевович Белкин, например, с которым мы на эту тему специально просто обсуждали. Тут дискуссию можно сворачивать, нет, она расходит, тяжелая артиллерия была включена. Собственно, не совсем будет, наверное, правомочен, с этических даже, наверное, каких-то позиций, в первую очередь, перевод пациента из острого отделения сразу в палиатив. Наверное, да, в каких-то ситуациях это можно обсуждать, но вот прям вот какой-то канал так открывать, потому что мы не знаем, да, вернее, так скажем, зачастую те больные, которые не показали какого-то результата или ответа на лечение на реабилитационном мероприятии в остром отделении, они потом пойдут уже на втором этапе реабилитации. А вот когда уже закончился второй этап реабилитации, экспертная оценка реабилитационного потенциала, если он отсутствует, тогда уже юридически, как мне кажется, просто мы даже больше прав имеем такого больного в палиатив, так сказать, и переводить. Опять маршрутизация вырисовывается для палиативных больных определенно. Конечно, конечно, безусловно. Нет, это очень важные, на самом деле, аспекты. Сейчас вот в Москве такая система выстраивается и уже там такие, не только, кстати, по инсульту, по другим нозологиям, по неврологии, по российсклерозу, по ряду других патологий, такая маршрутизация, в общем, у нас выстраивается. Ну, мне кажется, мы можем двигаться дальше. И, может быть, третий ролик. Мы находимся в роддоме городской клинической больницы имени Юдин. Это один из самых крупных сценарий города Москвы. Ежегодно около 7000 пациенток проходит у нас диагностику, лечение и родосопоможение. Беременных, доставленных по скорой помощи в критическом состоянии, с тяжелой сопутствующей патологией, на этапе приемного покоя встречают анестезиолог-реаниматолог и акушер-гинеколог. Здесь же проводится первичный осмотр, включая ультразвуковое исследование. Далее, в сопровождении нашей бригады пациентка доставляется на второй этаж в отделение анестезиологии и реанимации, где проводится полный спектр лабораторной и инструментальной диагностики. В случае необходимости экстренного рода разрешения пациентка доставляется в операционную, где проводится кесаресечение, а после операции переводится в палату интенсивной терапии под четкий контроль медицинского персонала для стабилизации состояния. Во время нахождения пациентки в интенсивной терапии врачи и анатологи наблюдают новорожденные в отделении детской реанимации. Отделение основано в 2005 году, рассчитано на 6 коек. Ежегодно в отделении проходит лечение около 1000 детей. Из них 80% составляют недоношенные дети, из которых 10% – дети с экстремально низкой массой тела от 500 грамм до килограмма. Процент выживаемости детей с экстремально низкой массой тела растет ежегодно. На сегодняшний день составляет свыше 80%. Отделение оснащено всем необходимым оборудованием для выхаживания детей с различной патологией, в том числе детей с экстремально низкой массой тела. Отделение входит в состав перинатального центра, в который дети поступают для дальнейшего лечения, медообследования, и находится там до выписки. Этот ролик, насколько мы поняли, с Николаем Анатольевичем был про женщин. Да, этот ролик был про такой, ну, достаточно новый термин, который называется нейромисс, да, те клинические ситуации, которые потенциально могут закончиться неблагоприятно, в том числе и для ребенка, и для матери. И поэтому, понимая значимость травмы, понимая значимость сосудистых федеральных городских программ, мы хотели бы, в общем, осветить и обсудить организационные аспекты взаимодействия акушерской службы и анестезиологов-реаниматологов. Тем более, если опять брать опыт столицы, фактически, не фактически, абсолютно сейчас нет отдельно стоящих родильных домов. Все они являются одной из частей компонентов многопрофильных стационаров, а раз так, то это от нас и требует, помимо исторических справок, когда акушер, гинеколог и анестезиолог стал взаимодействовать друг с другом, когда у них появился, посмотрите, первый журнал специализированный по акушерской анестезиологии, датирован 1969 годом, у нас есть порядки. И тут, мне кажется, очень важно обсудить вопрос существующих порядков, что если мы в них вглубь вникнем, то мы увидим, что каждый порядок специализированный имеет свою трактовку раздела анестезиологии, анестезиологии-реанимации, который не всегда совпадает с порядком 919N, именно поэтому зачастую и возникают какие-то организационные накладки, которые решаются в каждом стационаре на местах. Но, что очень важно, если мы посмотрим первоисточники, то принципиальное положение организации помощи тяжелым беременным женщинам, они датированы в 1983 году, когда не было на слуху, и через каждую строчку в журнале мы не сталкивались словом мультидисциплинарный, мультидисциплинарный, а уже тогда достаточно четко описывалось взаимодействие внутри этой мультидисциплинарной команды и понималось о том, что необходима определенная ориентация анестезиолога-реаниматолога, работающего именно в этой непростой области. И мне кажется, это важно, что палата интенсивной терапии в отделении, в многопрофильной больнице в родильном доме, она находится в компетенции заведующего отделения анестезиологи-реанимации с полным пониманием, что тактика все равно в данной ситуации вырабатывается командой. А если говорить об помощи пациенткам беременным, нашим женщинам, то очень важная часть обучения, обучение анестезиологов и акушер-гинекологов, и, наверное, здесь опять опыт столицы может похвалиться, и, наверное, надо вспомнить Александра Георгиевича Коноплянникова, главного акушер-гинеколога Москвы, который через симуляционный центр Боткинской больницы за прошлый год, базовая сердечно-легочная реанимация, обучились фактически все акушер-гинекологи города. Если говорить про обучение, то здесь достаточно много у нас сейчас литературы, и акушерская анестезиология силой общества, общество акушерских анестезиологов дает нам в руки очень мощные инструменты, клинические рекомендации, которые подсказывают, как и что действовать, и то, что мы делаем, мы эти протоколы распространяем во все точки, во все точки, где может оказаться экстренная помощь, потому что особенность, например, сердечно-легочная реанимация у беременной женщины заключается в том, что операция кистровосечения и оказывается в том месте, где происходит первый контакт, и этому надо учиться, этому надо тренировать, и процесс обучения с различными рекомендациями абсолютно непрерывный, и то, что делается в нашем АЛПУ, это в прямом смысле тренировки, это пустая каталка, это отработка маршрута, куда везется женщина с преклампсией, куда везется женщина в состоянии клинической смерти, и это отработка внутренних маршрутов и внутреннего взаимодействия дежурной бригады, это тоже является одной из части, очень важной компонентой обучения. Анализ работы в Москве демонстрирует, что во многом значение сроков поступления при развитии осложнений поля органа недостаточности из реанимации родильного дома в реанимацию многопрофильную, или, как мы говорим, в реанимацию корпуса, это тоже очень важный инструмент, и исследование наших коллег доктора Митрохина, который очень долгие годы занимался в том числе оказанием помощи женщинам в критическом состоянии после родоразрешения, демонстрирует прямую зависимость. Чем позже мы из реанимации родильного дома пациента с поля органа недостаточности маршрутизируем в поливалентную многопрофильную реанимацию, тем хуже у нас исходы. Да, безусловно, современный мониторинг, наркозно-дыхательная аппаратура, дефибриллятор, а что самое главное еще и обучение, работа на современных аппаратуре, это тоже один из важных компонентов улучшения исходов у женщин. Да, на самом деле лечить акушерский сепсис, акушерские кровотечения, это, коль уж мы касались вопроса, это дорого, и во многом вот эти правильные маршруты, маршруты городские, маршруты внутри стационаров позволяют в том числе и оптимизировать и минимизировать расходы на лечение женщины в критическом состоянии. Я в завершении такого небольшого эссе хочу показать этот ролик, у нас никакой маршрут не заработает, у нас никакая маршрутизация не будет работать, если сотрудники и члены вот этой мультидисциплинарной команды будут себя вести, как на этой картинке. Поэтому я уверен, что и наша сегодняшняя встреча, и наше общение с коллегами, и наше общение с вами, это один из инструментов, чтобы повернуть эту ситуацию лицом друг к другу. А кто из них кто? Это на выбор, я так думаю, все-таки акушер-гинеколог, он чуть больше, их больше в родильном доме, чем анестезиолога. Да, и вот штука эта больше у них получается. Наверное. Ну хорошо. Чем ларингоскоп. Ларингоскоп, да, так вот похоже, кстати. Даже нечего сказать, Денис Николаевич. Николаевич, что у вас есть сказать по поводу акушерской гинекологической службы? Только то, что последнюю субботу, если говорить о нейромис, только то, что последнюю субботу, 8 часов вечера, главный акушер-гинеколог Москвы, главный невролог и ваш покорный слуга провели в мультидисциплинарном консилиуме для решения этого вопроса. И, собственно, удачно было принято решение экстренного рода разрешения пациентки. Там был сложный диагноз между неврологической патологией или эклампсией. В итоге в сторону консилиум принял решение рода разрешить, и симптоматика, кстати, редуцировалась. Ну, мне, как человеку, который занимается нейропатологией исконно, всегда был интересен вопрос, это маршрутизация пациенток, у которых во время родов или в какой-то период беременности возникли внутримозговые какие-то кровоизлияния или проблемы, связанные с инсультом, например, и так далее. Мне кажется, это тоже большая проблема. В принципе, не то что в руководствах, но озвучены подходы к лечению таких пациенток, но тут как раз и встает вопрос, куда их маршрутизировать. Потому что обычно таких пациенток, конечно, госпитализируют какие-то другие специализированные стационары, например, там, где есть нейрохирургическая служба, но не в каждом таком стационаре есть акушерская гинекологическая помощь. Ну, если брать опыт Москвы, то, еще раз говорю, фактически все стационары, все родильные дома прикреплены к стационарам и являются частью многопрофильных ЛПУ. Тем не менее, Вы правильно сказали, Сергей Сергеевич, маршрутизация этих пациентов, очень простое наличие нейровизуализации, нейрохирурга, акушер-гинеколога и таких стационаров несколько в каждом округе Москвы. То, что проблема эта серьезная, совершенно в этом убежден, потому что последние наши потери и материнские смерти, они как раз были связаны с тяжелыми, очень идеальными глубокими кровоизлияниями, где ни нейрохирурги, ни нейромониторинг, и все то, чему Вы учите, чем мы владеем, к сожалению, она оказывается неэффективным. Ну и, конечно, отдельная тема – это череп-мозговая травма у беременных. И не обязательно череп-мозговая, но и любая другая травма. Череп-мозговая просто тяжелее протекает, потому что здесь сразу утяжеляется и весь прогноз по общей травме. Но это крайне интересная вещь всегда в плане сохранения беременности, насколько это можно сделать, насколько эта терапия, которую будут эти люди получать, беременны, они же получают антибиотикотерапию, различные другие, сильно надеющиеся, эстетики, как это будет воздействовать на плод. Мне кажется, до конца никто так и не знает, поэтому это все-таки измышления. Мне кажется, надо уйти на небольшой перерыв, все-таки такая многозначительная картинка, и осмыслить ее, подождать 5 минут и вернуться к вопросам. Мы переходим к вопросам. И первый вопрос от Максима. У какого количества пациентов проводились повторные тромбоэкстракции? Какие к этой процедуре показания? Николай Анатольевич, вопрос. Не очень понятно, что подразумевается под повторными тромбоэкстракциями. То есть, это в пределах одного вмешательства, например, использования разных инструментов последовательно. Я думаю, что это, наверное, повторная реконализация. Реконализация. Мы с такой практикой пока еще не сталкивались, чтобы к нам поступали больные, у которых при повторных инсультах... У нас, кстати, был интересный такой опыт, обсуждение серьезное внутри стационара по ситуации, связанной с выполнением каротидной эндартероктомии, после которой произошло нарушение мозгового кровообращения. После или во время? Ну, сложно сказать. В переоперационном периоде? Да, она в переоперационном периоде, потому что она была под общей анестезией, но по выходу из анестезии сразу стало понятно, что есть дефицит. И вот здесь как раз был вопрос. Наверное, это показание, которым было экстракции в этой ситуации. Потому что есть возможность через другую сонную артерию добраться и попытаться реконализировать то, что тромбировалось. Алексей, зависит ли степень инвалидизации от широты терапевтического окна при УНМК? Ну, собственно, ответ-то очень простой. Конечно, зависит. Чем позднее любая реконализация выполнена, тем выше уровень инвалидизации, тем хуже результаты любого лечения нашего. Это огромное количество работ есть посвящено. То есть, тем быстрее, тем лучше. Конечно. В принципе, очень простой. Отсюда все наши эти изыски делать, тромболизист в КТ не делать, куда больного сразу транспортировать. Все, минуты решают. На самом деле, это, в общем, такая... В общем, чем быстрее, тем лучше. Валерий, готовы ли нейрохирурги выполнять декомпрессивную трепанацию при необходимости? Готовы. Мы сейчас, собственно, как уже обозначал, одна из основных проблем, собственно, да? Это есть, это нужно признать, что неврологи не обращаются к нейрохирургам. Я в целом имею в виду, я не беру сейчас столицу, я говорю в целом о стране. Не обращаются к нейрохирургам по поводу таких вот пациентов. Ну, мне кажется, готовы. По той причине, что институт Склифосовского, он стоял у истоков выполнения декомпрессивной крайнеутомии. Вот таких пациентов совместно с 12-й городской клинической больницей выполнило, в общем, достаточное количество работ по этому поводу. Даже опубликованы монографии. И нейрохирурги готовы это делать. Единственное, должны строго быть соблюдены показания. И на том опыте, который был у нас, это должен быть пациент не старше 70 лет. Желательно, чтобы он был не в коме. Вы можете заподозрить, что у него разовьется злокачественная форма, злокачественное течение массивного ишемического инсульта. Если у него уже при поступлении есть боковая дислокация 2 мм и более, и если она достигает уже 7 мм и более, это уже движение в сторону декомпрессивной крайнеутомии. Конечно, это желает, чтобы не было доминантным полушарием. И обязательно надо, наверное, обсудить этот вопрос с родственниками. Потому что они должны понимать, что инвалидность все равно будет, инвалидизация, но пациент может выжить, и он будет живой, у него могут быть сохранны все психические функции, но двигательный, конечно, дефицит у него будет. Максим, в каких ситуациях приглашается нейрохирург? Ну, ситуаций-то таких много может быть. Если мы говорим об инсульте, то, в первую очередь, если пациенту при поступлении выявлено внутримозговое кровоизлияние или субархноидальное кровоизлияние, консультация нейрохирурга – это требование порядка. За это проверяют и наказывают наши фенадзорные проверяющие и прочие органы. Поэтому, если говорить об этом. Если есть кровоизлияние, надо сразу звать нейрохирург, без вариантов. Евгения, тут организационный вопрос. Насколько реально проведение нормативно-правовой базы, указанной маршрутизации на федеральном уровне и региональных законодательствах, а также в постановлениях органов местного самоуправления? Понятно. Что касается того, о чем говорилось, здесь единственное, что новое было добавлено к тому, чего нет в ныне существующей нормативной базе, это вариации, касающиеся тромбоэкстракции. Потому что методика новая, и это было привнесено. Сейчас все эти моменты заложены в новый проект 928-го приказа, который уже ушел в Министерство здравоохранения. Поэтому понятно, что процедура утверждения любого порядка, она весьма сложная. Как мне недавно в Минздраве сказали, это, естественно, занимается голосование с юристами, потом с Минюстом, чтобы это было утверждено и так далее. Но, в всяком случае, будем стараться делать так, чтобы наши какие-то эти основные позиции остались. А что касается уровней других, то, конечно, уже говорилось, порядок не может прописать все многообразие жизни. Дальше уже на субъектовом уровне решаются свои, как сказать, вопросы. Дальше на уровне медицинских организаций уже прям... Конечно, можно развить уже всю эту ситуацию. Через какой коридор, то какая сестра куда бежит. Но в каждом стационаре все равно есть своя маршрутизация. Она прописывает уже на основании федеральных приказов. Локальных актов. Ну вот, Роман отмечает, что очень нужная своевременная встреча. Подозреваю, я даже знаю, какой это Роман. Сложно сказать, потому что следом за ним Елена говорит спасибо, особенно тем, кто описывал акушерскую маршрутизацию. Светлана задает вопрос Николаю Анатольевичу. Пожалуйста, повторите подробнее номер приказа по контролю качества. Киселева Светлана, зав. отделением МНМК Воронежской области. Вообще, Воронежской области привет, наверное, надо передать, потому что... С огромным уважением. Воронежская область была в числе первых, кто вступил в судистую программу. 12 было у нас регионов. Они даже выигрывали конкурс на лучшее союзное отделение. И, конечно, вот тем самым первым им было очень сложно, потому что нормативной базы вообще никакой не было. Ну так вот, приказ номер 203Н от 10 мая 2017 года. Вступил в действие с 1 июля сего года. Ну, пользуясь случаем, мы передаем пламенный привет всей Воронежской области. Коллегам из Воронежской области. Прекрасно. У них есть, я не знаю, если сейчас по дороге из аэропорта, есть ресторан «Рай». Они звонят, говорят, где-то я в раю. Ну, все нормально. Ну и Тимур интересуется, чем закончился эксперимент по проведению тромболиста на госпитальном этапе. Признан ли данный опыт положительным? Эксперимент вы проводили никуда-то еще? Нет, 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 нет. Я не знаю, что имеется в виду. Тимур, можете написать, какой эксперимент? Или при инфаркте. Да, вот не очень как-то понятно. Я думаю, что про инфаркт мы же про инфаркт не говорили. Это в виду инсульты, мобильные КТ, которые… В Берлине есть. В Берлине есть. Есть ряде других городов Европы и в Штатах. Вот там в Хьюстоне они запустили такую же систему. Собственно, ну, на самом деле, как бы пока профессиональное сообщество очень просто к этому относится, что в рамках клинических исследований, пожалуйста, да, так сказать, делайте и занимайтесь, и проводите. Ну, результаты там вроде неплохие у них. Но пока это не вынесено в какую-то такую резолютивную часть рекомендаций, так сказать. Представляете, это до госпитальной помощи. Пациента просто вынесли из подъезда, занесли в карету скорой помощи, сделали ему компьютерномографию, тромболизию, взяли анализы, сделали эхокардиографию, БЦА, одели холтер и занесли его обратно. На следующий день приехали, вынесли, сняли холтер и все. Я этим вопросом специально интересовался и за рубежом, так сказать, с этой системой специально ездил, смотрел. Собственно, выезжают две бригады к такому пациенту. Первая бригада делает КТ, через 4G интернет мобильный отправляет все это артеологу, сидит, который, да, сидит там в центральную лабораторию. Соответственно, делают там кровь, делают КТ, осматривает невролог. И потом, если показан тромболизис, они его передают второй бригаде и едут к следующему дому. То есть, условно говоря, это такая мобильная... Но с учетом того, что среднее время доезда чуть больше 15 минут в Москве... Мы об этом думали в Москве и оказалось, нет смысла нет. Конечно, никакого смысла нет. В других регионах... В Берлине просто у них трафик гораздо хуже. Но вот поэтому они так и мучаются, правильно ведь? И освещение там хуже. В Москве все видно. У них нет такого количества центров инсультных. У нас 29 инсультных отделений на территорию старой Москвы. Я не беру сейчас новую. О чем тут вообще говорить после всего этого? Ну, они прозябают. Ну, на самом деле, я это искренне говорю, потому что жизнь показала, когда я был как на конференции по телемедицине. Совершенно случайно ездил я слушать про иммердженси. Мне было интересно. И оказалось, что в соседнем городе проходит конференция по телемедицине. Я туда переметнулся, послушал один день, о чем они говорят. И оказалось, что во многих городах Европы, Штатов и так далее, там в принципе нет дежурных неврологов. Их вообще нет. Даже никакого онкола там вообще нет. То есть, там поступает на врача в общей практике, вот этот человек, которому надо делать тромболизис. Он стоит сам в шоке, на него смотрит. Дальше он может сделать единственное. Он набирает номер телемедицинского центра. Профессор, который едет по трассе, тормозит, берет свой телефон и начинает консультировать вообще, что там происходит на месте. Вот таким образом все это... Или же другая история, просто тоже, так сказать, о коллегах слышал своих зарубежных. Доктор в Норвегии, врач общей практики, получает пациента с инсультом, делает ему КТ, и нужно решать вопрос о тромболизисе. И по телемедицинской связи с Австралией, соответственно, он связывается, потому что там уже взошло солнце и вышел персонал на работу. А в Норвегии еще спят специалисты соответствующие. То есть у нас хотя бы как-то решается на уровне ПСО и Российской Центра. Мы никогда не спим, правильно. А у них вот такой ремень немножко. Ну, мне кажется, Валерий подводит итог сегодняшнему общению. Он пишет, что спасибо, и будет ли продолжение по другим нозологиям. Мы готовы по всем, Валерий, нозологиям, нас только пусти в студию, правильно, Денис Николаевич? Думаю, да. Надо сказать, если уж говорить об акушерской теме, сделать аналит, что в этой студии в ближайшее время будет более углубленный анализ критических состояний, взаимодействие анестезиолога, акушер-гинеколога. И мы будем рады вас видеть. А, это вот к этому эта картина. Конечно. Подождите, тут вот Игорь еще пишет, что полезно обсудить в будущем маршрутизацию хирургических больных на областном уровне. Я думаю, это интересно. Да. Обязательно подумаем про это. Ну, следующее будет акушерство в гинекологии, правильно? Да. Отлично. Ну, наверное, будем завершаться. Всем спасибо. Спасибо, коллеги. До новых встреч. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok